Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на пост президента страны начнется уже завтра. А сегодня в Ростове открылся предвыборный штаб. Это новости региона на Дон-24 в студии Алла Локтионова. Перевод на русский жестовый язык Таисии Кошелевой. Смотрите выпуски. Работают с высоким напряжением. Донских энергетиков поздравили с профессиональным праздником. В новых стенах и с современным оборудованием в Ростове после капитального ремонта открыли 14-ю поликлинику. Как БУК перехитрил умную бомбу, российские зенитчики уничтожают новейшее американское оружие. Если обычная елка, это слишком просто. На арт-выставке в Южной столице показали новогодние деревья из карандашей, пазлов и салата оливье. Успокоиться можно, но расслабиться нельзя. Гандбалистки Ростов-Дона не оставили шансов аутсайдеру из Ижевска. Региональный предвыборный штаб кандидатов в президенты Владимира Путина открылся в Ростове-на-Дону. В него вошли общественные деятели, юристы, участники спецоперации и волонтеры. Руководителем аппарата штаба стал директор Южно-Российского института управления Василий Рудой. Владимир Владимирович пользуется огромнейшим доверием среди подавляющего большинства жителей Ростовской области, поэтому никаких сомнений в его победе мы не испытываем. В штабе отметили, работа по сбору подписи в пользу действующего главы государства начнется уже завтра. Помогут организовать процедуру активисты и волонтеры, которые уже прошли подготовку. Уверен, что жители Дона и казаки проголосуют за нашего кандидата. Молодежь сегодня вообще обладает таким огромным количеством возможностей. И молодежь, конечно, поддержит нашего сильного лидера, лидера, который объединяет сегодня большое количество людей. Напомним, Владимир Путин подал документы в избирательную комиссию в качестве самовыдвиженца. А это значит, что ему необходимо собрать около 300 тысяч подписей избирателей со всей страны. В Ростовской области кандидату нужно заручиться поддержкой минимум 7500 дончан. Пункты сбора подписей будут открыты по всему региону, в самых посещаемых местах, а также в отделении регионального штаба Общероссийского народного фронта. И сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники энергетической отрасли. Те, кто занимается производством и передачей тепла и электроэнергии. Значимости событию добавляют и недавние события, когда непогода в регионе стала настоящим испытанием для энергетиков. С церемонией поздравления Виктория Слепченко. Благодаря им в наших домах есть тепло, свет и связь. Юрий Залеский из династии энергетиков вспоминает, как совсем недавно непогода устроила урок на проверку профессионализма. Вместе с командой справились на отлично и сохранили тепло в домах. К сожалению, второй гололед в моей жизни. И так же, как и первый раз, это 2005 год был, наши коллеги показали наивысшую сплоченность, профессионализм колоссальнейший. В общем-то, как было сказано, что в короткие сроки мы восстановили электроснабжение Ростовской области. Бесперебойная подача электроэнергии – одна из главных задач специалистов этой сферы. Заслуги энергетиков отмечают торжественные обстановки. Более 50 специалистов удостоены ведомственных отраслевых и корпоративных наград. Этот год, он был непростой, точно так же, как и для всей нашей страны, нашей любимой родины. В этот год мы работали в период проведения специальной военной операции и выполняли те задачи, которые перед нами ставил регион, которые ставило руководство Ростсетей. Поздравил с профессиональным праздником всех и министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев. У нас сегодня энергетическое хозяйство развивается. Донские энергетики в рамках своих инвест-программ осуществляют техперевооружения, приобретают современное высокотехнологичное оборудование, отечественное оборудование, внедряют энергосберегающие технологии, проводят цифровизацию процессов. Сейчас Россия занимает четвертое место в мире по объему генерации электроэнергии и по экспорту электроэнергии за рубеж. И немалую роль в этом играет Ростовская область. Виктория Слепченко, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Доно. К другим темам. На смену унылому интерьеру и устаревшему оборудованию пришел свежий ремонт и современные аппараты. После капитального обновления своей двери открыла Ростовская поликлиника номер 14. Татьяна Синицына расскажет о новых возможностях медучреждения. Приходить в медучреждения теперь одно удовольствие. Электронная система записи, современное медицинское оборудование, просторные кабинеты. После капитального ремонта здание городской поликлиники номер 14 преобразилось. Пациенты как один говорят, больница стала неузнаваемой. Все стены, все было оббито, теперь очень широко, очень просторно. Появилось множество новых кабинетов. Коллектив доброжелательных, компетентных врачей дополнился наконец-таки достойным обрамлением. От старых интерьеров, наводящих уныние на посетителей, не осталось и следа. Новые стены и полы, а также водопровод и электросети. На капитальный ремонт потратили около 7 миллионов рублей. Изменения коснулись и технического оснащения. Установили здесь медицинское оборудование на сумму более 5 миллионов рублей. Это аппарат УЗИ, это аппаратура для кабинета функциональной диагностики, это аппараты для снятия ЭКГ, для определения функций внешнего дыхания и более мелкие приборы для проведения диспансеризации. Современное оборудование дает бесперебойную работу всех кабинетов. Раньше у нас был аппарат старый, было плохо видно, картинка была плохая. Но сейчас мы можем обследовать пациентов, большой поток проходит каждый день. Глобальные перемены в поликлинике состоялись благодаря реализации нацпроекта здравоохранения. Ставка сделана на повышение уровня работы всего персонала. Естественно, если есть новое медицинское оборудование, то повышается у нас качество диагностики. А от качества диагностики уже зависит правильная постановка диагноза, ну и назначенное лечение. Естественно, здесь повысились возможности проведения профилактических осмотров, диспансеризации. Кстати, эта городская поликлиника обслуживает около 14 тысяч человек. Татьяна Синицына, Владимир Галуцкий, Дон-24, Ростов-на-Дону. Сразу две госнаграды получил Таганрожец за свой подвиг. Орден мужества и медаль за отвагу вручил ему заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Младшего сержанта Павла Лазарева мобилизовали в сентябре прошлого года. А уже через месяц, находя в зоне проведения специальной военной операции, Павел совершил подвиг при взятии Маринки в Донецкой Народной Республике. Вошло наступление, мы попали в засаду. Мы начали с казаком пытаться их оттуда выбить с дома. Их поддерживал минометы АГС. Ну, получилось так, что при выстреле казаха ранили. Но мы поняли, что мы не продавим их. И пришлось отступать. Когда отходили, получил в пятку снаряд. Случай уникальный. Государственных наград две. Это орден мужества и медаль за отвагу. Не так много у нас военнослужащих, которые награждались одновременно двумя государственными наградами за подвиг и мужество, которое совершали в ходе специальной военной операции. Также Вадим Артемов выразил благодарность матери Павла Лазарева, Алле Дмитриевне, за воспитание сына. Автомобили повышенной проходимости, бензогенераторы, квадрокоптеры и приборы ночного видения. Донские бойцы отрядов «Барс-18» и «Шторм» получили очередную партию военно-технической помощи. Ее доставила делегация Всевеликого войска Донского во главе с атаманом, заместителем губернатора Ростовской области Сергеем Бодряковым. Также казакам-добровольцам привезли продукты питания, белье, а также фронтовые письма и маскировочные сети, в плетении которых принимали участие воспитанники казачьих кадетских корпусов и школ со статусом казачьи. Спасибо большое. Спасибо губернатору, правительству, атаману Селиковой, казакам Донецкого округа и всем, кто за нас переживает, кто нам помогает. Как я всегда говорил и говорю, что победа, она же не только здесь на фронте поется, она и в ТУ. И это очень важно, что вы нас не забываете и поддержите. Все для фронта сегодня, все для победы. Кроме этого, по поручению главы региона Василия Голубева, Сергей Бодряков вручил знаки за ратную службу казакам с позывными «Байдер» и «Урал», а боец с позывным «Танкист» поощрен благодарностью губернатора Ростовской области. После этого Сергей Бодряков принял участие в служебном совещании с командным составом отрядов и пообщался с военнослужащими подразделений. А с неба бойцов прикрывают зенитчики. О том, как работают российские системы ПВО и как им удается перехитрить так называемые умные бомбы врага, в репортаже наших коллег. Вот так пуск зенитной ракеты выглядит внутри комплекса «Бук», а вот так снаружи. Расчет комплекса противовоздушной обороны сначала даже не понял, что именно сбили в этот раз. Отметка на экране радара меньше, чем у «Хаймерса», маневрирует из стороны в сторону, оказалась новейшая американская разработка, планирующая умная бомба GL-SDB. Изначально ее скорость была 550 метров в секунду, высота 15, как у «Хаймерса». Но затем, видимо, произошло деление двигателя, скорость значительно снизилась до 220 метров в секунду, и высота стала 10 километров. Осуществил пуск, цель была уничтожена, расход одна. Зенитные ракетные комплексы «Бук» ежедневно выезжают на боевое дежурство в Донецкой Народной Республике. Пока одни экипажи следят за небом, другие отдыхают в укрытии. Работа напряженная, ни на миг не отводить взгляд от экранов радаров. Есть всего 20 секунд на то, чтобы отреагировать на появившуюся цель. На счету этого расчета 17 подтвержденных сбитых целей. Гордость, что поражаем ракеты противника. Это же хорошо, людей наших прикрываем. Вот результаты их работы. Сбитый «Хаймерс», изрешеченный поражающими элементами ракеты «Бук», воткнулся в поле вдалеке от наших позиций и мирных городов Донбасса. Андрей Кармаданов, ДОН-24, Донецкая Народная Республика. Сотрудники старостаничного поисково-спасательного подразделения с гуманитарной миссией побывали в детском доме Алчевска Луганской Народной Республики. Представители спасотряда привезли теплую одежду, фрукты и многое другое. Для сверстников из ЛНР посылки собирали школьники Каменского района и другие неравнодушные дончане. Юные жители соседнего региона очень обрадовались подарком. Добавлю, что донские спасатели не раз отвозили гуманитарные грузы жителям пострадавших территорий и участникам спецоперации. Такую работу планируют продолжать. Финалистов журналистского конкурса «Безопасный Дон» наградил губернатор Василий Голубев на заседании Антитеррористической комиссии области. Победителями стали 10 человек, в том числе сотрудники холдинга «Дон Медиа». «Безопасный Дон» проводится Министерством региональной политики и массовых коммуникаций региона уже в шестой раз. Цель конкурса – сформировать у людей неприятие экстремистской идеологии и терроризма. И этому противопоставляется добру и свет, который есть в том числе и в религиях. И вот как раз мой сюжет посвящен конфессиям, которые у нас существуют на Дону. Мы работали над этим материалом несколько дней, разговаривали с разными священнослужителями, были во многих религиозных учреждениях. И отовсюду мы выходили с таким светлым чувством умиротворения, которое, я надеюсь, удалось передать через экран. В творческом состязании также принимали участие журналисты электронных и печатных СМИ области. В этом году от них поступило 267 материалов – рекордное количество за всю историю конкурса. Вы смотрите новости на Дон-24. И вот о чем еще. Расскажем далее. Если обычная елка – это слишком просто. На арт-выставке в Южной столице показали новогодние деревья из карандашей, пазлов и салата оливье. О чем мечтают бабушки, бандиты и миллионеры? В новом спектакле молодежного театра у героев сбываются все желания. Успокоиться можно, но расслабляться нельзя. Гонбалистки Ростов-Дона не оставили шансов аутсайдеру из Ижевска. Если украшая дом к новогодним праздникам вдруг возник творческий кризис, за идеями можно отправиться на выставку «Арт-елка». Она проходит в публичной библиотеке Донской столицы. Полет фантазии участников не ограничивался ни материалами, ни цветом. И так возникали елки из карандашей и салата оливье. Больше нестандартных идей в сюжете Алины Цыбаневой. Зимой и летом одним цветом. Ответ прост – это что угодно, но не ель. На выставке-конкурсе «Арт-елка» новогодние деревья были и белые, и розовые, и даже разноцветные. Мероприятие проводится с 2006 года и стало доброй новогодней традицией. Посетители смогли увидеть не только дизайнерские елки, но и другие символы праздника – игрушки, карнавальные маски, открытки, а также анимационные ролики. Некоторые работы посвящены важным сейчас темам. Например, у нас есть елка, которая посвящена специальной военной операции, чтобы могли поздравить бойцов СВО. А есть у нас елка, которая выполнена из пластика. Это экологическая тематика, вторая жизнь отживших материалов. Авторы проявили безграничную фантазию. Елка из карандашей, из пазлов, елка с конфетами и даже елка с портретами династии Романовых. А делали их без преувеличения от мала до велика. Оригинально и интересно. Очень интересное и необычное первый раз у нас такое решение, когда вот так вот елка, условно говоря, она сложена из таких интерьеров, комнат. В каждой комнате свое настроение, свой набор каких-то там предметов праздничных таких. И это очень можно долго рассматривать. И это очень интересно. А некоторые соединили сразу несколько символов Нового года в одну работу. Например, арт-студия «Горница» сделала елку Оливье. Такую и на праздничный стол можно поставить. Куда новогодний стол без традиционного салата Оливье? Эту работу придумала и реализовала наша ученица Гали Марье. Работа выполнена из воздушного пластилина. Это непосредственно продукты, из которых готовится традиционно салат Оливье. Из твое дерево, из деревянных вилок. В основании у нас, как традиционно принято в наших семьях, салат Оливье готовить в тазике. Посетители выставки смогут проголосовать за понравившуюся работу. А победители голосования получат приз зрительских симпатий. Церемония закрытия награждения состоится 14 января. В канун праздников зима в регионе сменила гнев на оттепель. И увидеть снег дончане смогут разве что в кино. Или на фотовыставке, посвященной годовщине освоения Арктики, которая проходит в Донской публичной библиотеке Ростова. Суровой красотой северных широт прониклась Валерия Жукова. 65 лет. Именно столько исполняется атомному ледокольному флоту России. К слову, наша страна единственная, кто им обладает. И с появлением такого флота началось настоящее освоение Крайнего Севера. Хоть и не вживую, но увидеть ледокол во всей красе можно на фотовыставке «Арктика. Свидание с вечностью» в Ростовской областной публичной библиотеке. Экспозиция проходит сразу в нескольких городах России, где есть центры по атомной энергии. «Посетители могут увидеть ее суровую красоту, могут увидеть обитатели Арктики, моржей, белых медведей и других. И также могут увидеть суровые рабочие будни атомных ледоколов, которые проводят торговые суда по Северному морскому пути». Ледяная Арктика попала в объектив фотоаппарата капитана легендарного атомохода «50 лет победы» Дмитрия Лобусова. За многие годы полярных рейсов он создал серию редких фотографий. Благодаря такому хобби теперь любой желающий может увидеть красоты Арктики. «Мне очень сильно понравилась эта выставка, потому что она показывает то, насколько на самом деле велик и прекрасен наш телек». Фотовыставка приурочена ко дню атомного ледокольного флота России и пройдет в рамках Арктического марафона. Полюбоваться частью Северного полюса можно до 31 декабря. Валерия Жукова, Владимир Галузский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Мечтают все – и бабушки, и миллионеры, и футбольные фанаты. Только у героев новой постановки молодежного театра Донской столицы мечты точно сбудутся. Александра Дурановская расскажет, испытали ли герои счастье. «О чем вы мечтаете?» «Думаешь, как бы только голову и не продула». Один взмах, и это уже не старушки Славочки, а молодые рокерши, которым что ветер, что громкая музыка, только в удовольствии. Мечты исполняет продавец счастья. Стоит заглянуть в коробку, и вот влюбленные снова вместе, певица из придорожного кафе становится звездой мировой сцены, а бандиты меняют оружие на микрофоны и кружатся в танцы с полицейскими. Завершая год, решили сами себе ответить на один простой вопрос. А в чем секрет счастья вообще? Для кого это счастье? Как оно на нас обрушивается? Или мы его находим? И, знаете, ответ прост. Счастье скрыто в каждом из нас. И для каждого оно свое. Пожилой богач готов отдать все деньги, чтобы помириться с дочерью. А успешный бизнесмен, которого уже ничем не удивить, оставить серьезность и снова стать ребенком. Хотя бы на миг. 22 истории, 22 героя с разными судьбами. И, конечно, песни у каждого своя. Такой же традиционный новогодний подарок приготовил для зрителей молодежный театр Донской столицы. На протяжении 12 лет, каждый год ставим музыкальное ревю. Всегда живой звук, всегда живой оркестр, всегда живем, поем, репетируем это все, начиная с сентября. Как и счастье, новогодний спектакль мимолетный. Успеть погрузиться в атмосферу детства, вспомнить о собственных мечтах и спеть вместе с героями можно будет до 7 января. Александра Дурановская, Богдан Дмитриев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Ну а главное счастье для болельщика, это, конечно же, победа любимой команды. Последний в этом году домашний матч гандбольной суперлиги сыграл Ростов-Дон. Гостем на нашем паркете стала команда с 12-й строчки турнира, Ижевский университет. Смогли ли аутсайдеры оказать сопротивление, расскажут мои коллеги. Турнирная разница между лидером суперлиги Ростов-Доном и аутсайдером чемпионата университетом была видна и на площадке. За первые 10 минут хозяйки паркета огорчили кипера гостей 10 раз, в то время как ижевская команда отличилась лишь дважды. Они не только не могли пройти нашу оборону, но и раз за разом получали в ответ молниеносные контратаки. Да и вступавшие в игру ростовские вратари стояли стеной. В итоге Казьменко ушла на перерыв с один с Юсейвами, а лидером среди ростовчанок по голам стала Кристина Кожакарь. В первые 30 минут забросила 7 мячей. Собственно, другого результата и быть не могло. Первый тайм, конечно, меня очень сильно огорчил, потому что, опять же, много не выполнено было. Девчонки должны были идти на атаку, должны были в первую очередь стараться идти забивать голы. А почему-то у нас получилась игра «отдай мяч, забей ты», а не я, например. Почувствовав, что терять нечего, гости начали второй тайм куда смелее и даже забросили на старте. Первые пять минут команда провели на встречных курсах, но после университет не выдержал темпа ростовчанок. Никакой недооценки и поблажек сопернику не было. Со стороны своих девочек просили сегодня не смотреть на соперника, играть в свою игру, какие-то свои вещи. Пытались выполнять. В этой встрече главный тренер могла себе позволить ротацию состава. И по полной возможности воспользовалась новичок Алина Кишко. Как и Кожакарь, забросила 7 раз, за что и получила звание лучшего игрока матча. Очень приятно играть в Ростове и видеть такую прекрасную поддержку и, в принципе, у болельщиков. Это очень круто. После уверенной победы со счетом 40-19 команда Ирины Дибировой отправляется в Майкоп на последнюю встречу в этом году против Агу Адеев. Анастасия Челокьян, Виктор Леонтьев, Валентин Матвиенко, Дмитрий Азарнин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Мы каждый день рассказываем о жизни региона, новых проектах, законах, мероприятиях и происшествиях. Но информационная картина была бы неполной без новостей от вас, наших зрителей. Своими событиями на этой неделе с моими коллегами поделились жители Ростова-на-Дону. У нас сейчас происходят утренники, детские елки. Это вот просто и окончание четверти, поэтому мы все в уроках. Это вот у нас девиз последних двух недель. Мы с моей нагруппницей смогли знать риторику и я английский на 100 баллов. Мы очень этому рады. Сатасту моей дочери. Поздравляю. Это такой семейный хороший праздник. Мне подарили очень прикольный подарок на Тайного Санту. Просто люди сегодня все идут, такие радостные, такие довольные. Сегодня и погода такая чудесная. Дождик с утра обещали на целый день. Ну, просто все хорошо. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире прогноз погоды от моей виртуальной коллеги Аксине Донцовой. Больше новостей на сайте don24.tv и в наших соцсетях. В студии была Алла Локтенова. До встречи. 23 декабря на Дону будет снег с дождем и плюсовая температура. В Чертково плюс 6, в Вешенской и Белой Калитве также 6 градусов тепла. В Таганроге плюс 5, в Шахтах плюс 7, в Обливской плюс 5. Плюс 5 будет и в Волгодонске, и в Сальске, и в Морозовске. В Миллерова плюс 6, в Зернограде плюс 7, в Красном Сулине такая же температура. В Ростове-на-Дону снег с дождем, температура воздуха днем плюс 7, ночью 2 градуса тепла. Относительная влажность воздуха 92%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова